Карина Байкова – дружелюбная, рассудительная девочка, способная очаровать любого своей искренностью и энергией. В этом году Карине исполнилось 6 лет. Она с нетерпением ждала осени, ведь ей предстояло пойти в школу, в свой первый класс. К урокам и домашним заданиям ученица готова, но и с куклами расставаться пока не хочется. Давай поиграем! Сить хочу! Хочу спать! Мама! Почитай на крючке! Карина у нас замечательный ребенок, очень активный, очень шустрый. Очень много знающий, уже умеющий читать. И достаточно хорошо для 6 лет, для ребенка, который только что пошел в школу. Ого, как бывает! Хоть летать он не умеет, Он об этом не залеет. Карину научили читать уже в социально-педагогическом центре. После школьных занятий она мчится не к маме, а к воспитателям, ведь родители девочки лишены родительских прав. Мы очень надеемся, что вскоре найдутся те неравнодушные, и смог бы подарить такой солнечной и ласковой девчушке главное – семью. Любит бегать, прыгать, скакать, никогда не найдет себе места. Мы всегда готовы помочь, если это от нее каким-то образом зависит, и если от нее требуется эта помощь. Ну, замечательный ребенок. Карина, как и все современные дети, неравнодушна к гаджетам. Она убеждена, что телефон ей нужен для того, чтобы звонить, играть и фотографировать. Активный, шустрый ребенок, очень легко идущий на контакт. Да, Карин? Ну, конечно, техника нас увлекает, это просто. Ни один телефон, ни один компьютер мимо не пройдем. Да, Карин? Будем играть. О, и все. Карина – эрудированный и находчивый ребенок. В свои 6 лет она знает все буквы и цифры, умеет рисовать и фотографировать. И в хозяйстве будет отличной помощницей, ведь уже выучила название всех овощей. Морковка, кукуруза, репка, поклофан, солнышко, помидор, лук, свекла. И, конечно, очень хочется, чтобы каждый ребенок жил в семье. Потому что, как бы хорошо ни было в приюте, все равно дети все должны быть или в родных семьях. Но если таковые семьи не совсем подходят нам и нашим детям, то, наверное, надо как-то искать какую-то замещающую семью. Потому что, к сожалению, такие дети есть, и никуда мы от этого не денемся. Очень жаль, что такой ребенок находится у нас, ведь он должен быть дома с мамой и папой. Свет в окне, мы вместе, на душе светло. Мамочка родная, как чтобы тепло. Я молюсь ночами, чтобы ты жила, чтобы ты здоровая, мамочка была. Жизнь мне подарила мамочка моя, больше всех на свете я люблю тебя. Ты слышишь, мама, будь всегда со мной рядом. Мама, мне ведь больше вон не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все. Мамочка, прости.